С вами Ольга Пырочкина. У меня 15 минут на то, чтобы рассказать вам о деятельности депутатов Государственного Совета Чувашии. В эфире новый сезон программы «Законодатели». Поехали! Распределить между собой подрядчиков и лично контролировать, как те тратят средства на содержание дорог. Такое предложение сделал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев во время встречи с представителями парламентских фракций. В одном из районов Чувашии подрядчик, который выиграл тендер на содержание дорог, только в мае пять раз покосил траву. Зато заросли кустарника по откосам на некоторых участках летом грозят превратиться в лесополосу. И это проблема, отметили депутаты. Денег хватает на все виды работ, а вот эффективность их расходования явно хромает. Здесь вопрос стоит на самом деле не выделение дополнительных денег, пока на сегодняшний день не так. Давайте повысим эффективность использования тех денег, которые уже направлены на содержание дорог. Вот давайте прямо сейчас возьмем с вами на контроль всех тех подрядчиков. Сейчас для этого самое время. Этой зимой осадков выпало мало и будет интересно узнать, получилось ли у подрядчиков сэкономить, к примеру, на вывозе снега. Представитель фракции ЛДПР Константин Степанов уже попытался это сделать. Они говорят, снега было меньше, но зато ледяной дождь был, поэтому мы реагентов рассыпывали без соляной смеси больше. Председатель госсовета Альбина Егорова рассказала, часто жители районов обращаются по поводу бродячих собак. Сегодня есть и закон на уровне Российской Федерации, да, то, что питомники должны быть в муниципальных образованиях. Сегодня все-таки надо тоже над этой темой все-таки задуматься. Закон есть, а реализация отстает. На каждый питомник требуется не менее трех миллионов рублей. Один из вариантов создания межмуниципальных центров. Этим вопросом плотно займется новый главный ветеринарный инспектор республики Константин Викторов. Депутаты подняли вопросы о том, возможно ли на уровне республики принять закон о детях войны и в какой форме. Речь про категорию граждан, которые родились между июнем 1927 года и сентябрем 1945. В такой категории у нас в республике 70 тысяч 500 человек. Вопрос непростой. Минтруд республики получил задание просчитать возможные варианты. Но начать можно с того, что не потребует дополнительных бюджетных трат, отметил Олег Николаев. Помимо денежной составляющей есть еще такое понятие, как форма нематериальной поддержки. Ну, допустим, это возможность попасть без очереди в врачу. Спустя две недели после встречи с парламентскими фракциями законопроект о детях войны уже обсуждали на еженедельном совещании правительства республики. На обсуждение Государственного совета документ планируют вынести 16 апреля. Прожиточный минимум в Чувашии больше не будут снижать. Даже если продукты или другие товары из потребительской корзины подешевеют. А за продажу так называемых снюсов несовершеннолетним будут штрафовать. В случае юридического лица до 100 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты Государственного совета республики. Товары дешевеют, прожиточный минимум снижается. И наоборот. Таким принципом последние годы пользовались в Минтруда республики. От прожиточного минимума зависит величина пособий, субсидий и других соцвыплат. Отныне правило будет работать только в одну сторону. Если потребительская корзина подорожает, прожиточный минимум поднимут. А если подешевеет, а это случается в основном в период поступления на рынок сезонных овощей, оставят на прежнем уровне. В этом вопросе все парламентские фракции были солидарны. Конечно же, все, что касается увеличения прожиточного минимума и как минимум его неуменьшения, мы однозначно эту инициативу поддержим. Я никогда, наверное, не забуду тот эксперимент, который я поставил на себе в 2015 году. Целый месяц жил на тот самый прожиточный минимум. Сахар, макароны, дешевые углеводы. Никакой пользы для нормального человека от такого питания, безусловно, не было. Поэтому закон мы одобряем. Снижать уровень прожиточного минимума по причине того, что в определенный квартал на рынок поступают овощи и немного падают цены, действительно довольно глупо. Единогласно парламентарии поддержали и следующее новшество. Ветераны труда смогут получать компенсацию оплаты за капитальный ремонт. Компенсация за капитальный ремонт ветеранам труда Чувашской республики не предоставлялась ранее в связи с тем, что законом у ветеранов труда Чувашской республики установлена возможность получения гражданином по выбору только одной меры поддержки. Либо ежемесячной денежной выплаты во размере 1100 рублей, либо денежной компенсации. Теперь граждане смогут получать и то, и другое. Приблизительно в среднем 110-120 рублей ежемесячно ветеранам будет возвращаться за уплату на капитальный ремонт. И при этом сохранятся выплаты по ветеранам труда 1100 рублей. Закон о запрете на продажу так называемых снюсов несовершеннолетним в Государственный совет внесла прокуратура республики. В 2015-м Госдума страны уже принимала закон о запрете на продажу этого товара. Правда, тогда под термином снюс подразумевали жевательный или сосательный табак. Действующим федеральным законодательством установлены ограничения при распространении лишь табака, содержащей продукции. Чем и пользуются продавцы и изготовители никотина, содержащей продукции, которая не содержит в своем составе табак. Поправки в закон должны закрыть этот пробел. Представители прокуратуры республики считают, что под новые правила попадает и новинка от продавцов без табачных смесей – фрукты в никотине. Штраф за продажу гражданам, не достигшим 18 лет, до 5000 рублей физическим лицам и до 100 тысяч лицам юридическим. Проект закона принят. Еще один вопрос в повестке дня – досрочное прекращение полномочия депутата Игоря Малякова по личному заявлению. Теперь он представляет нашу республику в Государственной Думе страны. Депутаты Госсовета Чувашии поддержали поправки в Конституцию. Еще один вопрос в повестке дня – изменения в бюджет, что бывает крайне редко. Их поддержали все парламентские фракции. После того, как Государственная Дума страны в третьем окончательном чтении приняла изменения в Конституцию, свое мнение должны были высказать региональные парламенты. Глава государства аргументировал необходимость внесения поправок в основной закон. Это и изменившиеся за четверть века экономические условия, общественно-политическая ситуация в стране. Вместе с тем появились новые вызовы, которые имеют в том числе и внешнюю политическую подоплеку. Думается, что вопрос об отдельных коррективах Конституции объективно назрел. Основные изменения в Конституции Российской Федерации – это закрепление ряда мер социальной поддержки граждан. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательно индексация пенсии, пособий и иных социальных выплат. МРОД будет приравнен в среднем по Российской Федерации потребительской корзии. И если вы помните, мы уже лет, наверное, 15-20 этого добивались. Поправки ужесточают требования к ряду чиновников. Председателю правительства, министрам, главам регионов, а также сенаторам, депутатам Госдумы и судьям будет запрещено иметь счета за границей. Законопроект также ограничивает число президентских сроков, расширяет полномочия парламента страны, защищая традиционные семейные ценности. Что касается, конечно, семейного права, здесь, конечно же, мы принципиально для себя должны определиться. Мы идем вдоль и по Европе, или же мы сохраняем свои традиционные устои, устои, которые вырабатывались столетиями. Те ценности, которые есть, мы должны не только сохранить, но обеспечить их гарантию и безопасность. Большинством голосов парламент Чувашии по оправке в Конституцию поддержал. Очевидно, то время, которое прошло после принятия действующей Конституции, это 26 лет, чуть больше 26 лет, очень сильно, скажем так, за это время изменилось. Те изменения, которые предложены в данном законопроекте, на мой взгляд, они учитывают, с одной стороны, все эти изменения и соответствующим образом предлагают гарантии каждому гражданину Российской Федерации. Следующий вопрос. Изменения в бюджет. По расходам он увеличивается более чем на 7 миллиардов рублей. Минфин учел затраты на индексацию социальных выплат на 9,4%. На это потребуется 247 миллионов рублей. Дополнительные средства заложены на реализацию национальных проектов и послание Владимира Путина. В части обеспечения горячего питания учеников начальной школы с 1 по 4 класса непосредственно организацию горячего питания средства федерального бюджета 272,9 миллионов рублей и средства бюджета республики 418,2 миллионов рублей. А позиция, которую распределение денег по статьям, как правило, не устраивает, в этот раз документ поддержала. В целом бюджет получился довольно-таки понятный, ясный. Он все-таки социально ориентирован. Давая от фракции ЛДПР, так скажем, некоторый кредит доверия новому кабинету министров, мы сегодня эти поправки в бюджет поддержим. Мы, значит, партия «Справедливая Россия» и фракции поддержим эти поправки в бюджете. И мы согласны. Спасибо большое. Я вижу, что те деньги, которые сейчас направляются на те программы, которые отмечены в этом уточнении бюджета, это нужно делать. Так что лично я буду поддерживать это. Изменения в бюджет приняты единогласно. Эксперты ЮНЕСКО определили, какие языки в России являются исчезающими. В эту категорию попал и Чувашский. В Государственный Совет Республики обратится к временно исполняющему обязанности главы Чувашской Республики Олегу Николаеву с предложением принять специальную программу по сохранению чувашского языка. 20 языков в России признаны мертвыми. Еще более сотни в опасности. Таковы данные специалистов ЮНЕСКО. Жизнеспособность языков эксперты определяли по девяти критериям. К примеру, по числу носителей, передача от поколения к поколению, отношению к языку в обществе. После анализа Чувашский попал в категорию исчезающих. Такая же ситуация с башкирским, адыгейским, удмуртским, калмыцким и рядом других. То, что молодежь говорит в основном по-русски и охотнее учат английский, понятно. Им предстоит создавать ЕГЭ, поступать в вузы, отмечают языковеды. Что касается чувашского языка, сейчас меры по его сохранению содержатся в нескольких государственных программах. Развитие образования и развитие культуры и туризма. Однако еще одна специальная программа не помешает, считает парламентарий Григорий Данилов. Это он вышел с инициативой к коллегам. Речь о том, чтобы создавать культурные общественные пространства, где поощряется, где поддерживается знание языка. Вот о чем идет речь. Чтобы люди не стеснялись говорить на чувашском языке. Чтобы людям нравилось говорить на чувашском языке. Все горячо поддерживают сохранение амурских тигров. Правда? То есть есть такая политика, все поддерживают. Никто не против амурских тигров. Мы тоже за сохранение чувашского языка. Не в ущерб какому-то другому языку. Мы говорим о том, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Инициативу коллеги парламентарии поддержали. Переход населения на раздельный сбор отходов нужно стимулировать. Просто расставить во дворах контейнеры для разных фракций будет недостаточно. Это мнение экспертов. С раздельным сбором отходов столица республики экспериментирует уже больше полугода. Специальные контейнеры стоят в микрорайоне университет «Новый город». Есть несколько адресов и в Новочебоксарске. И вот первые итоги от регионального минстроя. Пока, увы, только половина отсортированного мусора соответствует требованиям дальнейшей переработки. В баке для бумаги стеклая пластика попадает слишком много пищевки. Приведу банальный пример. Вы взяли листок бумаги А4, скомкивали его, выбросили, сверху засыпали его картофельными очистками. Сами понимаете, что сделала теперь с этим листком бумаги. Он не пригоден для дальнейшей переработки. Тем не менее, перед республикой стоит задача постепенно внедрить раздельный сбор во всех муниципалитетах. Государственный совет Чувашии сейчас ведет работу по усовершенствованию законодательства в этой сфере. Чтобы граждане ответственнее подходили к делу, а предприятиям было выгодно заниматься переработкой или использовать в своем производстве вторсырье. Если сказать по предприятиям, это налоговое облегчение. Это не просто бизнес, скажем, переработка мусора. Это экологически, социально ответственный бизнес. Ну а второй момент, то что людям уменьшить плату за тарифы. И это будет стимулом. Но это нужно прописать в законе. Сортируете ли вы отходы дома? И что стало бы для вас стимулом? Этот вопрос мы задали чебоксарцам. Если управляющая компания снизит тарифы, то это будет стимулом для того, чтобы сортировать мусор. Поставить автомат, пришел, кинул, пришел, кинул. Раз тебе билет куда-нибудь на цирк. В принципе, я за экологию, поэтому стараемся максимально собирать раздельно и батареи сдавать. В первую очередь, наверное, контейнеров у нас мало в городе. Вот у меня возле дома контейнеров таких нету для раздельного сбора. И на весь район там один-два, может, их стоит. Ну, у нас стояли раньше, но не сортировали все равно. Так, а тоже почему, как думаете? Мне просто лень было, наверное. Да, я и так сортирую и выкидываю все. Сейчас идея снизить тарифы не все так просто. Дело в том, что вопрос получения дохода с продажи вторсырья региональными операторами законодательно не урегулирован. Но даже если этот вопрос будет решен, самовольно снижать плату на сумму выручки они не смогут. Это должна будет учитывать служба по тарифам. Это была программа «Законодатели». До свидания. Продолжение следует...